Зоя Голубева поставила пол, он не такой уж опасный, и не так много она инициатива получилась с ним. Идет в том, что понимая особенности игры соперницы, Зоя пошла на классику. Сразу в пол. Андрей Леонидович, я извиняюсь, тут вот к тому блоку вообще ничего не вижу. Ну, может, как-то они... А просто с этой стороны ставят. С этой стороны, они тут, может, сюда пересесть или нет? Становитесь с этой стороны. Нет, тогда тут... Тогда все не будет, почему это будет. 17.22. Ну, тут, кстати, такой ход, да, тут... Если есть, то можно. Основной ход, как бы... Ну, часто играет карту, когда это. Я, честно говоря, в последнее время не люблю, потому что... Некоторые избирают такую размянную тактику, и гибли сюда, и натритесь. Поэтому старайся отвечать тоже. Здесь 18.22, да? Или 17.22, да? Ты сейчас? Может, лучше неспокойся, да? 3.25. А, 3.26. Уже такой интересный, в принципе, аренда, так на ранней стадии, такой вот, вот, обычный поигрышский набор. Мне так кажется, сначала все привезти сюда. Нет, Зоя сюда... А, Зоя играет сейчас головную позицию. Потому что мы посмотрели в предыдущую партию, ну, и явно были, как бы, видно непонимание со стороны... Зоя никогда сюда не пойдет, понятно, потому что она пошла на год, чтобы пол играть в итоге. 20.25. Ну, собственно, при этом мы там и идем. А, она пошла? 19.23. 1.12.23. А, 40.34.28.25. 44.40. Ну, вот тут она уже, как бы, делает часть, встречающаяся ошибка будет. Я вот считаю, вот эту вот, 14.12. Уже такой вот, как бы, серьезная такая ошибочка, потому что... Ну, я понесу, начало бы сказать, ну, всегда уже есть такой надежный план у меня, где поставить колору. То есть, конечно, надо было все-таки пойти 1.17 без проблем. И я даже считаю, что было бы ученых поинтереснее, в целом. Ну, и со стороны, конечно, может быть, было правильно вообще не играть в колору. Потому что, конечно, когда они готовились, понятно, что они готовились. Понятно, что они анализировали. И даже с первого года понятно, что хотят, что зоя хочет намеренно играть колору. И это все. Можно было вопрос, когда это такой вот ближний класс? Ну вот эта консульция, понятно, что будет в комплексе. Нет, ну когда уже в 31-6 дело ходит, то классику тоже не будет. Они уже настроились на такую островую группу. Тут надо уже принимать вызов за чёрное и играть 35 раз уже. Ну вот о чём я и говорил здесь. Белый применяет такой план, меняется. И ещё момент такой, что почему-то по идее, чтобы хотя бы уравнивается, надо было хотя бы выиграть терпас в Японии. Мне кажется, тут она съела только одну же. Она потеряла один темп. Надо было, конечно, поменяться перебоем. Ну и дальше ставим кола и получается, что-то трудно наладить какую-то игру против кола, потому что на бандатике бессмысленно будет размен 2 на 2. Менять кола тоже будет объект. У нас шашка 22 и шашка 25. Ну в принципе, я видел, что план нормальный. Если у них пойти 7-11, так, 6-11 и вроде бы так не ясно ещё. То есть играть можно, не готово. Андрей Геннадьевич, с точки зрения женских шашек. Эта позиция абсолютно не страшная ни за какой их свет. В принципе, нормальная. За чёрных тоже можно играть. Играть против кола даже проще, потому что вы ничем не рискуете. Тем более, вот здесь белые ушли на борт. Пассивная шашка. Если вы не узнали, либо они будут меняться назад, либо что. Тем более, вот кол. Белые поставили кол. Но это только потому, что они хотели его играть. На самом деле, позиция у белых вообще как бы неподавляющая. Конь неподавляющая. Они, в принципе, тут по тумбам не особо опережают. В принципе, ничего тут такого страшного нет. Единственный момент, вот, что Зоя хотела играть всё-таки в головую позицию. И она не получила. Всего-навсего. Но что было дальше? Смотрите. Смотрите, что было дальше. Чёрные опять начинают вот эти шашки читать сюда вот набор. Не, ну у них основной ход 6-11, она не даёт. Важно. Хочется пойти 6-11 и 1-17. Но его нет из-за простой комбинации. Но даже вот так вот можно перестроиться. Но зачем вот эти шашки, ну да, эти шашки на этом планке непонятно просто. А что было? Смотрите. Ход. Так. 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 И вот ключевой момент. Вот вспомнили, в прошлой партии это был 49-44 вход. Непонятно зачем, да? А здесь только этот вход. Он тоже непонятно зачем. То есть если у вас есть шашка, то мы приемли. Вот этот вход. И, собственно, вот дальше здесь эту комбинацию все, наверное, должны видеть. Как? 26-21. 26-21. Что за тем? Угу. 24-20. 24-20. 24-20. 33-29. 33-29. 3 шашки отдали, 5-3 побили. 1 еще потеряли. В итоге выиграли шашки. Ну, в общем. В чем-то идея. Ну, по лицу уже была какая-то нет. Позиция. Позиция. Просто видите, очередной раз просто такая вот подсказка как вот Олеге, что вот эти вот входы, они, ну, здесь вот такая четкая сразу, как бы, указание, что вот раз-ноль. Проигрыш. Но идея в том, что, действительно, вот тут вот какие-то, такие входы существуют в головных позициях, но они там, как-то, знаете, ну, обоснованы должны быть чем-то. То есть явно конкретный план должен быть. Просто же, просто же, вот уводить просто шашки сюда на борт, в принципе, ну, не совсем корректно. Тем более, вот в этой позиции, смотрите, когда просто, ну, не обязательно же здесь черным отдавать всю инициативу и просто уходить в окружение. Вот, кстати, эти партии против Кала, когда черные полностью могут, как бы, отдать весь центр. Очень хорошо играет Ольга Балтажи, на самом деле. Особенно для девочек. Вот, если будете тренировать, то у нее на эту тему очень-очень много партий. Она смело, да, вот уходит, там что-то делает, но она меняет как-то тут эти шашечки. То есть она знает, как играть. И вот бывает такое, что смотришь, казалось, у соперника даже там холл, центр, да, все валя, что нужно, а она тут взяла, вот куда-то вообще туда ушла. Но она ходит правильно. И в какой-то момент ты подходишь и смотришь, что у нее, она вот раз расстался, уже в дамках там почти. Или там получила, переигрывает, получает выигранную позицию, что сопернику никуда ходить. Она понимает, как играть вот эти шашки против Кала и отдавать весь центр. Ну, просто там обратите внимание. А в случае с Альюей, конечно, здесь просто такое получилось, что она просто вот ходит за чем-то и получает хуже. А вот в этом случае вообще просто Галайя сразу проиграла шашку. Партий с Чеснокова, вот 42-44 тоже. Так, знаете, бывают такие моменты, когда вот, ну, действительно, ослаблен слишком фарм, вот тут шашек, которых нет, приходится вот тут что-то играть. Но если у вас здесь как-то хорошая основа, хорошие эти, ну, если уже хотите поменять где-то что-то, то уже меняйте тогда сюда и в центр. Потому что там часто, знаете, вот эти вот позиции головые, очень часто еще хорошие переходы есть. Когда вы нападаете, когда вы нападаете, нападаете, бывают еще такие даже размены там 2 на 2, и вы переходите в классику. Либо просто напали, напали несколько раз, вот здесь поменяли, но только в центр. Потом еще эту шашку как-то либо связали, либо поменяли тоже, и получили хорошую классику. Вот такое тоже часто бывает. У меня с Думи же такие позиции часто возникают, что просто вот в какой-то момент, но тут нужно вот менять именно вот эту шашку. Важно и в центр, и переходить в классику. Так, ну, это можно. Вот чтобы вот эта колонка пригодилась там когда-то, поменять что-то, ну, да, если там уже других вариантов нет, деваться некуда. Ну, вот это сознательно вот это вот строить такое, в принципе. ТВГ посмотрите в одну партию, такую полезную играл Алексей Чижов против международного мастера с Украины Алексея Безвершенко. Тут идея в чем-то, ну, сейчас посмотрим начало. 38.18. Бой-бой. 37.31, 12.17. 37.26. 38.18. Т.е. такой дебют часто, ну, бывает разыгрывается, И обычно, как белый отвечает 32-27, черные меняют 6 на 21 и бьют сюда. Но некоторые, допустим, я не очень люблю рано играть. Против шашки 36. И вот такая альтернативная планка с игрой за белых. И ход, например, 32-28. И идея такой игры против немножко этой конструкции. То есть, если черные сейчас пойдут на 21, то у нас хороший план пойти сюда, так, и как-то играть против вот этой формации. Естественно, сильнейший план за черных пойти 2 в 8. Мы сюда. И разминуть на 23. Мне кажется, как-то черные стоят в центре, у них вроде все красиво. Но можно продолжать играть. Например, начинаем такой вот хитрый ход ДН 35-30. Идея какая. Если черные неосторожно, например, пойдут 10-14, да, то мы, наверное, стратегически получим выигранную позицию при помощи вот такого размена. Бой. Рогатка без шашки 2 будет, наверное, такая смертельная почти. Первая такая как бы идея. Ну, допустим, черные вяжут. Тогда мы как бы продолжаем. 40-35 опять ждем. Надеемся на этот ход, что опять вдаяем так, и рогатка выгодная такая. Поэтому тут... Ну, конечно, 9-14. Ну, 9-14, да, конечно, 9-14. Конечно, тут такая позиция, как он намечается. В принципе, белые хотят поставить кола, использовать то, что у черных отсутствует шашка 2, и они не могут кола разменять при помощи этого отмена. Но у черных тут, как бы, во-первых, очень активное расположение, плюс у них опережение в турбах 4 терпа, то белым надо играть аккуратно, чтобы не 1-13. 33-29. Ну да, вот если тут прямолинейный ход 14-20, то мы ставим кола, и, мне кажется, такая довольно гибкая позиция у белых. Проблемы как бы решены дебетные. Но черные, естественно, не хотят такого 4-9. Допустим, 45-40. 14-20. 15-45, 10-14. Ну вот тут такая ключевая позиция. Надо белым что-то делать. Вот в парте они сыграли 33-27. Ну, в принципе, тоже так можно, но немножко мне не нравится, что мы уже рано отдаем еще два темпа назад, надо меняться, еще два темпа, что мне, в общем-то, не очень нравится. То есть тут, в принципе, был такой альтернативный план, например, вот такой. Пойти еще сюда, пойти. 46-41, например. Например, черные это как-то так выжидают. Тогда хитрый ход такой. 42-37. Мы расставляем такую ловушечку. Одну отдать. Три отдать. Бой, бой. И бьем этой шашкой три в дамке. Так, ну а на этот ход мы спокойненько ставим кола, например. Ну и дальше, например, может быть, вот такой вот. Сюда, как-то так. Сюда. И мы можем спокойненько делать вот такой размин. Такая, мне кажется, очень интересная позиция. То есть белые так удачно, мне кажется, стоят, например, потому что черные, если нападут разик, то есть только развивают белых, но как бы дальше атаки за черных не видно, куда ходить. Но даже если они пойдут сюда, то мы не обязаны даже меняться, мы можем продолжить немножко поиграть на выигрыш. Так, да, 45-40. Если это на шесть, то, скорее всего, не боясь, то просто ходим так и играть, как бы. То есть ученых, тут уже реально есть проблемы. Если дамочный ряд они огорели, то мне кажется, что эта позиция даже явно по инициативе не добилась. Так, все, что-то тут. Ну, еще раз, если пройдем. Сюда, кстати, меняемся. Ну, такой, я считаю, альтернативный будет довольно. Собственно, можно так пойти, 6 до 11. А, здесь уже не получается, да. То есть надо, что именно 12 минут. Или получается все равно тоже. Что-то такое сейчас. Что-то такое сейчас. Ну-ка, еще раз что-то. Дай мне руководку. Сюда размен. А, ну да, все нормально. Так, так. Так, сюда. А, ну да, все нормально. Делаем такую. Сюда. Делаем такой. Или сам почему-то мне... Да, что мне не подсказываете? Нет, что-то мне не подсказываете. Значит, вот основная идея, вот это вход имя 35-м, такой. Ну, например, этот ход, наверное, тоже, нам не страшно, даже если черный поставить колонну для шашки 2, у нас очень такой интересный, перспективный контроль. 2,14 мы ударяем на разратку, значит, еще раз так. Сюда. 40, 35, опять как-то грозит такой неприятным, поэтому у нас 2,14. Да, ну вот в этой позиции я уже говорил, что белые здесь поменяются так, но мы сейчас это рассмотрим на траге, но, в принципе, мне кажется, еще рано белые снято, так все-таки немножко напряжение открывает. 46, 41 такой более жесткий ход, мы как бы приглашаем черным в такую схватку, поэтому было бы, наверное, интереснее все-таки так, но это правда начало. 17, 22, 46, 41, опять 10. 17, тут такой хитрый ход 37, 32, вот как бы, вроде каким-то грозим каким-то разменом, правда, у нас особо, наверное, плюс, нельзя 14, 19. 18, в какой-то мере мы провоцируем черных вставить кола, и черные так сыхали, потому что, а куда, ну так вроде бы, да, мы меняемся, и вроде бы центр у нас какой-то, хотя отстаем развитие. Так тоже меняемся, сюда нельзя, так вроде не хочется, как-то, потому что, может, даже кола поставить, поэтому черный играет активно, 20, 27. Хитрый ход 39, 33, 33, преследует какую-то цель, не дать черным тут красиво выстрелить с ходом 14, 19. Из-за такого удара, да? Ну, ход, конечно, тоже ответственный, потому что, если черный останется центром, то будут проблемы. 11, 17, 41, 37, и вот тут черные пошли, 1, 6. И вот тут белые нашли такой, я считаю, очень красивый ход, давайте-ка, наверное, найдем и перешли в атаку. Такой, кто может предложить, какой-нибудь? 44. Ну, 44, как раз, мне кажется, на руку, на руку. Вот, 44, как раз, вот такой уже, можно отдать инициативу. Белые пойдут, черные, наверное, 6, 11 пойдут, и... Атака может заходить, у черных будет уже атака, мне кажется, они потихонечку в центр захватят. Тут последний был, значит, вот такой размен. У меня же... 24, я думаю, черные этот ход не видели. Какой момент, даже повезло, потому что неожиданно выясняется, что еще немного, а они могут тут проиграть. Потому что, ну, этого, когда нет, одно отдаем, 4 берем. Это вот плохо, почему, кстати, Руфина с Каджика. То есть, надо использовать в момент, что черное тут дамочное поле расслабили, да? Такой стандартный удар. Ну, если так, возвращаем и нападаем. А зачем возвращать? А, можно не возвращать, а просто так и нападаем на любой ход. Ну, к счастью, для черных тут нашлась защита, да? Жаль, да? Не, он, по-моему, 7, 11 пошел. Вот так, 6, 11, 6. Ну, это тоже красиво. А у нас, наверное, около 30, 24 еще есть. Вот в этой? Нет. Нет, там, до конца. Да, размену. А, ну, его нет, на самом деле, размена того, потому что там тоже вот там, да? Вот так пойдет? Да. Ну, а если он, в принципе, 6, 11 пойдет, или как здесь? Чем магазин-то? Я боюсь, потому что у нас вот тоже фау, что проявляется, вот эти шашки-то оставляется. То есть он, в общем-то, вовремя, белые вовремя, мы нашли момент, что именно сойти с этой позиции, потому что слабый здесь, а черный в центре. Не, ну, если какой-то вот тактический вариант есть, то пока я вроде не вижу. Вот, поэтому я... Так, он же есть, да. А? Ну, допустим, так-то какой удар-то? Да, 24, 19, 24, 30. А, такой? Ну-ка, съел сюда. Съел сюда. 30, 30. Еще съел, что-то. 30, 30. Не много я там? 30, 30. Отдал. Ну, что-то верится. Отдал. А, нет. Еще и не отдал. Что-то там, наверное, еще. Да, нет, получается, тут вообще не отдал. Не, ну, такой ход, может быть, конечно, тоже надо проверять. В принципе, молодец. Ну, тут просто красивый, он такой, ну, совсем плохой. Ну, тут, я думаю, в этот момент, да, когда он пошел так, наверное, тут, наверное, со стула подпрыгнулся. Что такое? Такие ходы, кстати, вот, сильно, конечно, пугают людей. Они сначала радуют, а потом пугают. Ну, а может, тут есть даже такой, может быть, безопасный ход, я бы не знаю. Если вот этот ход проходит, ну, ты напал меня, я, может, принесу жертву. А, ну, вот, то есть вот этот ход тоже, может быть, безопасный, то есть, если нет каких-то... А, ну, подай, вот, будет, если вот такая ситуация, а у нас уже сейчас 35, то он тут нереально. А, ну, кстати, в такой какой-то ситуации может быть, а в такой, я уже не верю тут, потому что у нас уже правительство. А, ну, если вы, допустим, правильную стратегию проводите, допустим, черный нападут, то, по идее, логичнее, все-таки, действительно, согласно с тобой применяться именно так, а не сказать. Страдье, смотря 40. Может быть, даже тут, кстати, идейная позиция, может быть, да? Так что Кристина, молодец, участвует. Поменяли, значит, 7.11. Ну, в общем, тут пришлось белым менять рисунок, ну, они были довольны, наверное. Пришлось удавать, но иначе сейчас черный пойдет уже сюда и позиция безнадежная получается стратегически. Ну вот, в принципе, можно сказать, что дебют белые все-таки выиграли, получили игру. У черных какие-то есть слабости на этом. Это, в принципе, шашка можно использовать. Тут как-то не очень красиво стоит. Важная опорная шашка тут желательно была бы, а ее тут нет. Посмотрим. В итоге, правда, черные тут выиграли, но... Да, потому что у черных есть хороший план. В случае, если у вас шашка на 36 есть, да, за черных, ну либо 15 за белых, то вам всегда будет выгодно переводить в классику просто. А вот тут хорошая классика, она немножко там отличается, потому что по конфигурации от той, которую просто мы принялись считать хорошей. Но, в принципе, классика для черных, да, это большая шанс. Ну, тут что-то по идее, я бы вообще, может быть, даже немножко нагло, но поменялся на 22. Черного сделал какой-то ход, мне кажется, какой-то он некрасивый. 8-13, что-то нет. Ну, хотя бы тогда бы 9-12 пойти, а потом 14-20. А кто черный, кто черный? Без вершины. Ну, потому что тут вся идея, всю парчу они играют здесь стандартные, как бы, идеи. Холл без шашки 4-2. Белые пользуются моментом, попутно делают ход, как бы, и расставляют лаурочку, да. Дважды используют всегда эту шашку для комбинационных идей. То есть ограничивать черных из-за такой идейки, например. А вдруг? Ну, кстати, этот ход позиционно хороший, им в итоге пришлось делать какой-то кривой ход такой-нибудь. Ну, даже не. А, можно. А белые этим моментом пользуются. Продолжает атаковать сюда. Теперь грызит какой-то такой неприятный удар. На паре. Куда? А, подожди, что-то это. А, подожди, что-то это. А, почему нет, что-то... Ну, вообще, вот, если бы в этой позиции черный, просто... Развивались, допустим, там, где-то 13 и 3 и 8, потом поменялись... У них было хорошо. Либо даже на 20. Если меня тут чуть-чуть шашка стоит. На 22. У меня немножко сбилось, что-то. Так, что-то напал. Ну, в принципе, у меня основная идея, это я как бы уже... Мне было важно показать именно вот этот дебютный момент. Придебют, наверное, да, что... Не так важно, как это развивалось. Там был, конечно, сюда и так. Белые поменялись. Ну, и так-то там потихонечку, ну... Как бы интересная игра, но вот только черный выиграл, правда, получился как-то. Извершника очень позиционно, очень хорошо играл, очень сильно. Ну, как... Много ошибки эти оппозиционные. Например, поэтому это здесь не судьба. Ну, это, знаете, он скорее вот стиль, как у африканцев. То есть, кажется, что вот нестандартный ход, мы так не играем, и кажется, что он плохой. Но, на самом деле, попробуйте выиграть вот, ну, при конкретном расчете, вы как бы не обыграли. У него было хорошее такое представление именно вот оппозиционное, как сказать. То есть, он переигрывался первым. Но часто попадался на ударчик. Причем самое простое. Ну, вот хотел разобрать тут, как немножко еще разобрать игру, когда мы играем против связки. Не в связке, да? Как правило, вообще компьютер оценивает позиции, когда связывает страну, так как всегда практически оценивается преимуществом связывающей стороны. Ну, вот один из таких моментов, которые я хотел вот интересный момент разобрать, где у белых тут преимущество, возможно, даже уже позиция тут выигранная. Но основной момент какой? Что черные тут не могут успеть нас тут на этом фланге задать. То есть, мы ходим сюда, основной наш важный ход. То есть, если черные по плану будут ходить сюда, мы так, то они не успевают. Думаю, ход черных сюда, может быть, у них было бы и хорошо. А так мы в минимум сюда, и у нас там перспективы прорыв с выигрышем. Первый такой момент. А вот тут, допустим, разберем, например, ответ 12-17. Хотелось бы разобрать. Тут, в общем-то, конечно, на вид сход некрасивый, но напрашивается пойти сюда. На нападение, возможно, тут, кстати, красивый, наверное, удар. Давайте попробуем найти удар. А куда побьешь в итоге? На каком пуле окажешься после всех переходов? 16. По-моему, я на 16. А тут, кстати, два удара получается. Точно, да, молодец. То есть, мы отдаем сюда. У нас есть два удара. Пойти тут всегда. Так. Потом отдать так. И все попить. Выжидаем. Идем сюда три. А потом еще что-то завернем. Так. Так, сюда, да? Напал, да? Ну, наверное, второй момент, наверное, более правильный, да? Отдать так. Отдать так. Наверное, вот этот более надежный такой. Выжидаем. Бой. Отдали. Сюда. Сюда в дамки. Еще потом забираем там колесом. Значит, ходим сюда. Тут, кстати, надо сразу сказать, что, возможно, тут черных был шансом, то есть, даже надо было им сыграть вот так, поменяться сюда. Ну, да, отдать шашку и вполне реальный шанс все-таки играть без шашки, но еще попробовать уйти. Ну, вот, да, интересно, потому что клан Пикс совсем не играет в белых тогда. Ну, я говорю, но отдавать шашку-то радости не хочется, поэтому давайте найдем выигрыш на этот ход. Вот тут такой важный выигрыш. Как бы выигрыш? Тимирон, дай маленьким подумать. Ну, хорошо. Дэйв. Тридцать три ты сказал? Да. А, тридцать три. Это ошибка, наверное. Потому что правильнее, логично все-таки пойти сюда. На этот ход у нас следует, допустим, кто найдет из этого ряда, кто у нас комбинацию за белых в один ход? Особенно вот эта вот девочка у меня здесь звучит, она молчит. Нашел? Нашел. А это, кстати, как этот удар называется? Дальше. По-моему, это даже в книжке Худэ Мудэ называется удар кунг-фу, по-моему, да? Потому что бьем пяткой назад, а потом уже съедаем, да? Ну, он почему-то его так назвал. А у меня, так кажется, просто удар пяткой, может быть, или каблуком. Так, ну и основной удар у нас на этот ход тоже такой важный. Да, на 22. Тут, я смотрю, у нас есть еще, в принципе, перспективный просто размин позиционный 3 на 3, да? Ну, вообще, есть удар такой, сюда, отдали, сюда, ожидаем, бой-бой, попадаем в дамки и там, наверное, выигрываем. Ну, да, там будет непросто выигрывать. Ну, так вроде как ты показываешь, вроде как выигрыш, я стараюсь проверять на компьютере. А, ну, бывают такие позиции, которые, в принципе, вот с дамкой, да, но они игровые. То есть вы можете попытаться и за один цвет попробовать выиграть, и за другой цвет попробовать не проиграть. То есть, ну, играть еще. Значит, мы пошли сюда, поэтому черные, значит, так не пошли, так не пошли. Сюда им нельзя. Пошли 4.10. Ну, тут, кстати, белый находит такой дополнительный такой хороший ход очень. 42.37. Ну, во-первых, идея какая-то. Этот ход мы не даем. Из-за чего, Руфина? На 7 до 7. Да, даем 2, 3, съедаем. На этот ход, наверное, тоже какой-то удар есть. Кто-то скажет, какой. Ну, сейчас уже скоро пойдем в цветон посмотреть. Ну, что-то долго думать. В один ход. Хлопнуть, все. И если так, то бьем, нападаем, прорываемся домой. 10.15. 48.42. Вообще-то восклицательный эндек почему-то стоит. Но, видимо, пока сохраняем те же идеи. Если 6.11, то мы так и опять туда уходим, наверное, с выигрышем. 14.20. 14.20. Ходим отрицание 26. Где 14? Вот, кстати, основная идея на черных, то есть при случае такой ударный кулак построить, чтобы следующим ходом попробовать вот так. Это разбить нашу связку ударную, да? У нас кулак сейчас очень сильный, связка наша сильная. Черные хотят этим размером немножко упростить. И тут начинается такое белое поле с моментом, что у черных нету сейчас, а слабо нет поля. Вот такой важный такой размер. 33.29. Получается, что... Ну, например, на этот ход комбинация, наверное, идет какая. Долго-долго что-то отдаем так. Потом возвращаем две сюда. Бой-бой. Одну отдаем, три берем сюда в дамки. Получается, этого хода нет. Остается у них один ход 6.11. Ну, вообще, напрашивается такой опыт, но вроде бы выигрыша не видно после этого. Есть какой-то размер 3 на 3. Но... А? А? А, вот так, да? Сколько? А, ну, может быть, знаешь, тут реально? Может быть, из-за другого? Может быть, из-за отдачи? 6.11, 7.12. Тоже есть такой? Ну, вот видишь. Ну, поэтому я говорю, вот, белые тут пошли, поэтому не так, а они вот делают такую хитрую. Так вот, чтобы не было никаких жертв. 42.38. Опять в черных один ход. Меняем. На бортик. Ну, вот партия была сюда, цена 22. Так. Этого хода нет, наверное, 1, 2 и 3 берем. Было так. Ну, давай досмотрим, красиво было. Так, да, да. Вообще, такие позиции бывают, что и можно и не выиграть, да? Потому что всю эту глянку тут еще пока она встанет. Ну, получилось, кстати, красиво. Сюда. 1, 6. Вот тут момент такой симпатичный получился. То есть черные подготовили поймать дамку на этот ход. А белые взяли и поставили дамку. Получается так, что если мы ловим, то одно отдали, 7 раз, 2 раз. 1 и 4. Вот это, наверное, был решающий момент, когда и черные тут быстренько проиграли. Черные напали. И тут надо провести ченнишку. Собрать надо все. Напрашивается, допустим, сюда. Наверное, 32-4. Ну да, вот просто. Отдали так, сели на поле 34, наверное, и выглядит, да? Там, там, на 4, на 4. Что-что? На 4. А, видите, я даже не заметил. Выглядит еще. Какой еще? Круг подсчета. Сколько у нас ремня? Не, в общем, на цветноту надо смотреть. Да, он предлагает сейчас пойти смотреть цветноту, а без 15, без 20 встречаемся опять, да? Ну да. Ну да. Ну так. Ну так, время, время, время доставить. Четыре часа же, сейчас не готовить. Хорошо, расскажи. Субтитры сделал DimaTorzok